Алексей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Коллеги, с нами на связи Алексей Ковалев, главный тренер. Алексей Вячеславович, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Ну, игра была достаточно интересной, ровной. Обе команды имели много возможностей. И, конечно, сегодня игра, в принципе, складывалась на ошибках. Кто больше сделает ошибок. Спасибо за вашу оценку. Коллеги, задаем вопросы и не забываем представляться. Владимир Бакуль, официальный сайт КХЛ. Алексей Вячеславович, на сегодня не было Ларионова в составе. Это причина ротации именно? Мы пытаемся задействовать всех игроков, чтобы держать команду свежей, без травм. Поэтому у нас достаточно, слава богу, наконец-то достаточно игроков в команде. И поэтому у нас все могут играть, все выполнить работу. Все знают, какая стоит задача на игру. Поэтому у нас нет проблем подставлять игроков. Третий матч подряд Кунь-Лунь отбирает очки у Салавата Юлаева. В чем секрет успеха? Ребята выполняют план игры. Сегодня, конечно, не удалось полностью выполнить план игры из-за удалений. Но, в принципе, ребята все равно молодцы выложились. И, как я и сказал ранее, обе команды имели достаточно много возможностей забить. Такая более смотрелась открытая игра, так скажем, в обе стороны создавались моменты. Обе команды забили в большинстве. Но, опять же, я говорю, что здесь уже складывалось все на ошибки. А у нас, я говорю, если мы удаляемся, конечно, тяжело нам выиграть. Вторую половину октября Кунь-Лунь можно занести в актив. Очень достаточно хорошо сыграли. Была и победная серия, и обыграли СКА на выезде. Можно ли сказать, что игровой кризис уже преодолен? Я думаю, нет. Да еще, конечно, ребята входят. У нас все равно ребята, которые вернулись после карантина, там, я не знаю, сыграли по 5-6 игр. Все равно еще набирают форму, так как эта команда не проходила никаких сборов. Иностранцы позже подъехали. И, опять же, я думаю, что сейчас будет такая... Хорошо, что сейчас перерыв небольшой. И я думаю, что за этот перерыв как раз мы немножко наверстаем то, что было упущено в начале года. Вот. Будет очень важна вот эта подготовка к следующему туру. Спасибо. Денис Таипов, Горобзору. Сегодня ваша команда вышла на 8-ое место в Восточной конференции. Это уже зона плей-офф. Сейчас для вас это важно. Вы как на это отреагировали вообще? Еще рано реагировать на что-то, так как еще много игр играть. Вот. И, опять же, я говорю, что хочется видеть оптимальную игру, на которую мы рассчитываем от команды. Вот. И ребята, в принципе, я говорю, выкладываются, понимают, что от них требуется. Когда-то, я говорю, иногда этот план не выполняется только из-за того, что много удалений и все как бы срывается. Вот. Но, в общем, мы пока довольны результатом. Но, опять же, говорю, еще много нужно проделать работы. Алексей Ильич, показалось, что дома против Салавата играли более агрессивно, более жестко, чем и немножко ребята, может быть, в гостях сушевали, все-таки люди на чужой площадке? Ну, как обычно, все команды начинают осторожно. Я не скажу, что Уфа сегодня так активно начала игру. Вот. Они, конечно, были активны, когда забрасывали нам в зону. Вот. Пытались держать, лезть на ворота, закидывать в сторону ворот. Но у нас также, в принципе, здесь такой первый период, мне показалось, немножко обе команды на выжидании играли ошибок друг друга. Вот. Ну, опять же, я говорю, обе команды именно сыграли на большинстве, забили голы. Вот. Потом игра выровнялась. Конечно, мы начали хватать удаления. Это немножко нас сгубило. И поэтому пришлось в артарю нашему поработать. Но, опять же, я говорю, если нам убрать вот эти вот все удаления и некоторые ошибки при игре 5-5, я думаю, мы на правильном пути. Спасибо. У нас вопросов больше нет, Алексей Вячеславович. Спасибо вам огромную удачу. Нет, спасибо. Спасибо, коллеги. Хеллоу, Томми. Здравствуйте. С нами на связи главный тренер хоккейного клуба «Слава Тулаев», Томми Ламса. Томми, пожалуйста, ваши комментарии по прошедшей игре. Спасибо. Хороший игрок. Мы знали, что противника – это тяжелая команда и трудно работающая команда. Томми, я думаю, мы играли очень хорошо сегодня. Мы создали много scoring chances, enough scoring chances. Оппонентный goalie – he was like a wall. So, that was our biggest problem today. Also, special teams – we had a chance to score goals when we had a power play. And a little bit easy goals, PK. So, that's why night was hard. But two points – this is what we wanted, and we have two points. So, I'm satisfied, and I'm really proud of our team. Спасибо. Спасибо. Мы знали, что соперникам будет сложно играть. Такая трудолюбивая рабочая команда. В принципе, сегодня мы имели шанс для того, чтобы улучшить свой компонент по большинству. У нас были шансы, чтобы принять большинство. К сожалению, пропустили какие-то шайбы в меньшинстве. Но если, в общем, брать, то мы создали очень много хороших моментов для того, чтобы игру выиграть, забили голы. Однако голкипер, наверное, стал самой главной проблемой. Он был словно стеной сегодня. Поэтому, в общем, результатом я сегодня удовлетворен. У меня удовлетворен, потому что вы выиграли, набрали важные очки. Спасибо, Томи. Вопросы коллеги. Не забываем представляться, как всегда. Алексей Горюнов, Московский комсомолец. Томи, не кажется ли вам, что нужна уже вторая спецбригада? Потому что сегодня вы наблюдали, что какая-то сборная солянка. Не знаю, как Юра будет это переводить. Сборная солянка из трех звеньев играли в качестве второй спецбригады и как-то совсем не производит впечатление эффективной. Что думаете с этим делать? Не думаете, что мы нужны вторую спецбригаду? Потому что сегодня у нас было несколько раз из других групп. Что вы думаете о поворотплей? Конечно, это важно, что у нас есть два поворотплей, которые могут быть угрозой. Но в последний раз мы были проблемы с поворотплей. И я думаю, что сейчас это не будет разрушаться. Насколько это будет разрушаться. Это будет разрушаться для нас. Потому что сейчас у нас есть время чтобы практиковать вещи и сделать это снова работать. Воробьева нет уже три игры. Что с ним? Будете ли вы как-то все-таки его встраивать в команду или уже отрезанную ломать, судя по всему? Воробьев, сейчас мы можем увидеть. В последние матчи, в принципе, ситуация по линиям на статусе нормальная. Поэтому он последние игры пропускает. Но однако он готовит. В последние матчи, в принципе, ситуация по линиям на статусе нормальная. Поэтому он последние игры пропускает. Но однако он готовится к играм. Так что в этом компоненте все нормально. Про Уфу Екатерина Щуркова. Томми с победой. Скажите, почему сегодня я была в составе Сошникова? Где Сошников сегодня? Мы сделали несколько соревнований после последнего матча. И он не был в составе Сошникова. И ничего еще не было. Ничего особенного. Почему у нас есть проблема с Кунлуном? Возвращение к этому команде. Мы не были в один и один. В первом матче против Кунлун, мы не могли победить соперника. В втором матче мы были в поле. Это было тяжело для нас. И сегодня, я думаю, что единственная причина является соперника. Я думаю, что мы получили много возможностей. Я должен проверить наши статы. Но мы получили много возможностей, что обычно 5-6 гол. Но это одна большая причина. Это тяжелая команда. Они победили СКА на улице. И мы также должны поддерживать соперника. Они работают хорошо в данный момент. В первую очередь нужно уважать соперника. Они до этого обыграли СКА. Это очень трудолюбивая команда. Что касается первой игры, то там отлично сыграл голкибер. В второй игре мы были эмоциональны, физически. Пусты, скажем так. А сегодня мы снова создали очень много моментов на 5-6 голов. Я, конечно, нахистику еще не посмотрел, но можно ее проверить. Но сегодня снова голкибер прекрасно действовал в воротах. Это один залог успеха команды, что они сегодня пришли в вратание. Еще один вопрос. Томи, какие планы у команды на паузу? Первым мы уже проводим несколько дней off. Потом мы начнем практику. Потом мы проведем один день off. Потом мы делаем несколько тестов, физические тесты. И потом мы начнем готовить за матч в ССК. У нас будет несколько дней отдыха, затем мы начнем сдавать тесты, проверим свою команду и уже начнем готовиться к полноценным матчам против ЦСК. Почему вы так используете молодого форварда? Почему вы решили использовать Амиро? Потому что он просто играл в форварда. Он был форвард в игре. И не в игре, но в игре 2. Да, он очень скилливый человек. Он имеет специальные силы. И как мы говорили о форварде, наш форвард в игре нужно что-то больше. И поэтому я хотел использовать его в игре. Он играл несколько шифтов, 5-5 шифтов в игре. И в конце игре тоже играл. Я думаю, это хорошая опыт для него. Я думаю, что такой формат работает для него хороший опыт. Потому что до этого он сегодня сыграл несколько смен. Также выходил в большинстве. Мы знаем, что он очень талантливый игрок, у которого есть особенности, которые могут вам помочь в большинстве. Но сегодня решили вот так. У Амирова в 2021 году заканчивается контракт. Вы не боитесь, что с таким подходом к игроку он просто возьмет и уедет на следующий год. Он хейл и Словар потеряет перспективу на парня. В следующем году Амирова заканчивается контракт. Вы не думаете, что этот способ к игроку он может уйти в Лигу и уйти в НХЛ? Конечно, мы пытаемся помогать ему каждый день, как мы можем. Это тоже наш первый работ. Но я думаю, что мой первый работа – это помогать Салаватюла и победить. Да, я, конечно, как тренер должен помогать каждому игроку, в том числе и Амиру. Но самая главная задача – это помогать в первую очередь в команде. И последний вопрос, если позволите. Вас не беспокоит именно качество игры Салаватюла в матче с Куньлунием? Понятно, что есть результат, где победа, но качество, по-моему, очень сильно страдает. Спасибо. Я не слышал против Куньлунии в Куньлунии? Да, качество во всех матчах с Куньлунием. Во всех матчах? Да, спасибо. Не беспокоит о качестве игры Салаватюла против Куньлунии и Куньлунии? Нет, я не беспокоит. Мы играли очень хорошие хоккейские игры сегодня. Мы не смогли score. Это был наш вопрос. И единственное, что я беспокоит, это наши специальные команды. На счет этого я не переживаю. Единственное, что сегодня мы создали, как и до этого, много моментов для того, чтобы забивать. Но, к сожалению, не смогли. Что касается самого главного переживания, это как раз-таки большинство. Но я уверен, что мы сейчас этот компонент разберем, поработаем и все будет на мой взгляд. Добрый вечер. Азамат Шилуков, Медиакарсет. Если до сих пор у Салаватюлаева проблемы с физикой, сегодня в третьем периоде не были так активны, как в первом году. Вы не были так активны в третьем периоде, как в предыдущем периоде, в первом и втором. У вас есть какие-то проблемы с физикой формы или позиции? Нет, мы не имеем проблем с физикой формы. Я говорю, что первый период был актив, а второй тоже. В третьем периоде не было активно. Может быть, это физикой формы? Это вопрос? Нет, нет. Это было последнее время, в первом и втором. И это тоже есть какие-то чувства. Мы играли хорошо, мы учились хорошо. И в игре есть флота. И я думаю, что еще раз хочу сказать, что противники играли хорошо сегодня. Они очень активные команды. Но я не вижу никаких проблем с физикой формы. Я считаю, что у нас есть проблемы с физическим состоянием. Это стоит отметить, во-первых, еще раз соперника, который хорошо действовал против нас. Я думаю, что это одна из причин того, как сегодня игра протекала. А что касается формы, то с этим все в порядке. 125 игр. Чем больше всего довольны и чем недовольны? Как можете подытожить этот этап регулярки? Спасибо. Как вы сможете рассматривать этот период КХЛ season? 25 игр? Как вы можете описать это? Да. Это необычное начало. Потому что почти все команды были отсюда. В этих 25 игр из-за COVID-19. Это действительно необычное начало. Но я думаю, что мы начали хорошо. Мы начали хорошо. Тогда мы работали хорошо. Тогда мы работали немного с COVID-19 и с ситуацией. Потому что coaches были отсюда. Players были отсюда. Но, опять же, в последние три игры, я думаю, мы вернулись на тренировку. Так что я счастлив. 25 игр, 31 points. Так что я счастлив. Так что я счастлив. И я счастлив. У нас сейчас ситуация. Это совершенно необычная ситуация. Потому как сезон развивался. Если кратко подводить, то мы очень хорошо начали. Затем случилась вот эта, скажем, борьба с коронавирусом. Когда у нас вывывали игроки, вывывал тренерский штаб. Поэтому такой сложный период был для нас. Однако сейчас, после этого, в последней игры, мы уже стали играть и лучше. Игроки вернулись. Поэтому, в принципе, если будет итог, то, в принципе, все в этом плане нормально. Томми, спасибо. Спасибо, Томми, за оценку встречи. Вопросов у нас больше нет. Удачи. Спасибо. С победой. До свидания. Спасибо. Коллеги, еще раз добрый вечер. С нами Хантер Шинкарук, нападающий к London Red Star. Для начала попросим его поделиться впечатлениями о матче, да? Да, да, да. Хорошо. Хантер, твоя последняя комментария на матче. Да, я знаю, я думал, что бойцы встали довольно тяжело в ночной. Я думал, что это был отличный матч. Мы работали очень тяжело, но, конечно, конечно, отстать от победы. Это тяжело. Но, опять-таки, мы сделал много фигов в ночной, что мы не было встать. Я думаю, что мы, в целом, хорошо провели этот матч. Боролись до самого конца. Конечно, обидно, что в итоге мы проиграли, но в целом очень много ребят сделали хорошего в этой игре и заслужили, ну, хотя бы это очко. Владимир Бакулин, официальный сайт KHL Hunter. Три матча подряд Кунь-Лунь отбирает очки у Салавата и Лаева. В чем секрет? В каждом трех матчах мы получили пункты от Салавата. Какой секрет? Ну, я думаю, я думаю, что у нас, конечно, это очень хорошо, но когда мы готовы, мы готовы. И, конечно, я думаю, что мы просто играли хорошие игры. Мы действительно stuck в том, что мы делали хорошо. И, конечно, мы должны найти какие-то из этих игр, которые у нас уже прошли. Но я думаю, что мы battали hard для всех этих игр. Ну, я думаю, что Салавату Лаев – это просто хорошая команда, с которой приятно играть. Мы готовимся к играм с ней. И, в общем, у нас много получается. И самое главное, что нам удается в матчах с этой командой продемонстрировать наши сильные стороны наилучшим способом. И, видимо, скрыть недостатки. Ну, вообще, в принципе, эти все игры проходят увлекательно и напряженно. Ну, вот нам чуть-чуть не хватает для того, чтобы при равной, в целом, там, борьбе и равном счете склонить в свою пользу вот такие матчи, которые выходят в овертайм или даже в серию бросков. Ну, в целом, вообще, это все матчи хорошего качества со стороны обеих команд. Вторую половину октября Кунь-Луни достаточно хорошо провел, да, много, в принципе, очков набрали и команда сейчас вошла в плей-офф. Вот за счет чего это удалось добиться все-таки? Итак, наша команда у нас была хорошая команда на втором половине октября, так что у нас получили много points. Какой причин для такой революции? Я думаю, что мы наконец-то играли с нашим команде. А вот как, у нас, мы из Украины, которые были виноваты от Америки, у нас была большая команда из Америки, и мы были виноваты с COVID-19. Это было очень первое время мы нашим полностью rosterем, и, конечно, это помогло, и это было немного, чтобы получить все свои системы. Я думаю, это было бы то, чтобы начать октябрь, Но мы нужны больше, потому что у нас много пунктов. Ну, вот она представилась, да, сейчас у нас дела идут лучше, но, конечно, еще надо много-много работать, потому что за первую неделю чемпионата мы потеряли слишком много очков, и нам сейчас серьезно надо догонять. Спасибо. Ну, вопросов у нас больше нет. Спасибо Олегу и Хантру. Да, спасибо, коллеги, но я боюсь, что уже мини-колишину, может быть, не удастся, потому что мы же собираемся нам сейчас... Да, ничего страшного, спасибо еще раз. Хорошо, спасибо, ребята. Спасибо. Родион Амиров к нам подключается. Родион, нас слышно? Да, да, здравствуйте. Да, большой привет тебе из пресс-центра УФА-арены. Для начала итоги встречи подведи, пожалуйста. Хорошая боевая игра была, хорошо сыграли в обороне, забили свои голы. Важные два очка перед паузой. Спасибо, коллеги, вопросы, не забываем представляться. Владимир Бакулин, официальный сайт, КХЛ, Родион, ну, последнее время, ваше игровое время упало, да, в тринадцатом нападающим сегодня были заявлены. Вот как к этому относитесь вообще? Да, ну, конечно, хотелось бы играть, но к этому отношусь хорошо, работаю. Мое дело – работать, стараться. Это, конечно, без обсуждений каких-то. Это тренерское решение, поэтому я не вправе его обсуждать. Родион, ну и второй вопрос. Какие ожидания от выступления за сборную, да? Да, самое положительное. Едем на Кубы Карелла. Очень хороший турнир будет для всех ребят. Это шанс показать себя, заявить о себе, попасть в основу, наверное, чемпионат мира. Поэтому очень хорошая возможность для всех. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Скажите, а вы сами собой в целом по этому сезону довольны? Как считаете, в чем надо добавлять? Да, в принципе, во всем надо добавлять. Постоянная работа. Катание, бросок, техника. Поэтому, скажем, в нем надо добавлять и добавлять. Не могу сказать, что я доволен. Сами видите, думаю, что время сократилось. Где-то, может, Забавил чуть-чуть надо добавлять. Вам как-то объясняли изменения вашей роли? Спасибо. До еще раз. Вам как-то объясняли то, что ваша игровая роль изменилась? Ну, то есть, там, 13-й нападающий и так далее. Ну, разговариваем с тренерами. Надо больше думать об обороне прежде всего. Сейчас работаю как раз над этим, чтобы улучшить этот компонент. Дай бог, игра улучшится. Буду стараться. Денис Таев, Горобзору, Родион. Ну, расскажите, как это вот сидеть на скамейке, да, резко появляться на какой-то эпизодичный отрезок в большинстве и опять садиться, там, не знаю, там, весь холодный и так далее, неразмятый? Ну, конечно, тяжело, то, что сидишь, там, почти, там, полмача, ждешь большинство, когда заработают ребята. Ну, и психологически, и физически тяжеловато, поэтому, ну, все равно стараюсь где-то, там, поприседать, там, поджиматься, может, в перерыве, чтобы быть более-менее в тонусе. Вот. Но все равно, когда выходишь на лед, как бы, нужно время, чтобы войти в игру. А это было таким тренерским заданием, что вы только на большинство вы уходите? Знали об этом заранее? Ну, конечно, мне сказали, то, что быть готов, там, обсуждалось, что я буду во второй, там, спецбригаде, поэтому я был готов к этому. Как вы думаете, если вы вот так вот продолжите, ну, быть в заявке 13-м нападающим, мало играть, впереди чемпионат мира, вы один из лидеров сборной, у вас не будет желания подойти, там, к тренерам или руководствовать, а можете мне, там, в ВХЛ или МХЛ отправить, чтобы я больше играл, практики набрал? Спасибо. Ну, если честно, не знаю, как дальше будет, в принципе, скажут, как мне лучше развиваться и где будет лучше развиваться. Конечно, я хочу играть и как можно больше времени получать, но сейчас, как бы, следующая ступень, это вот сейчас едем на турнир, поэтому я буду там играть, набираться опыта игрового, а по приезду уже, ну, как будет, я не знаю, не буду загадывать. Олег Чернов, Subcore 02. Родион, вот вы в сборных молодежных много достаточно играли и, наверное, из всех, кто вызван, самый опытный. Как оцениваете, смогут ли другие ребята себя там показать хорошо? То есть, ну, вот, допустим, сможет ли Мухаммадуллин, например, не обрезаться там и не привозить против взрослых? Странный вопрос. Шакир не обрезается, мне кажется, и он в порядке, поэтому там, я думаю, тоже будет играть хорошо. А нападающий, как бы, ну, Башкиров тоже мало времени получает, а Лыкин вообще с ослом. У них получится войти сразу в сборную и соответствовать требованиям опытного тренера? Ну, конечно, объясняют, что, как играть, объясняют задание игровое, поэтому парни все мастеровиты, ну, как бы, для своего возраста мастеровиты, талантливые. Поэтому у каждого есть шанс зацепиться там, где-то будем подсказывать, кто уже там больше ездил, так скажем, вот, как и где можешь там сыграть лучше. Поэтому рабочие моменты. Считаете, что получится, да, у других попадающих? Конечно, получится. Почему нет? Просто хочется узнать, прогноз у вас работает или нет. Конечно, работает. Почему вы не верите в них? Спасибо, Родион. Родион, спасибо огромное. С победой и удачи в сборной. До свидания. Hello, KM. Hello. Your brief comment after the game, please. Very, very important. Two points. It's good to go for the break now. And a lot of chances today. We might not win in the end, so it was good. Сегодня достаточно была непростая игра. Хорошо, что мы в итоге сегодня набрали те важные очки и одержали победу. Здравствуйте. Азамар Шулуков, MediaCarset. Сегодня, наконец, удалось забросить в большинстве. Скажите, что улучшили в этом компоненте. В конце концов, вы победили в Power Play. Вы можете сказать, что у вас улучшили в этом компоненте? Мы пытались сделать это очень простой и пытались найти победу. Мы были улучшили в большинстве, но мы не смогли выйти, но сегодня мы получили победу. И это было бы здорово. Я думаю, что мы стали играть проще, искали отскоки, пытались сыграть на добивании. Сегодня у нас были шансы, чтобы забить, но наконец-таки мы отличились. Насколько довольны сезоном для команды и для себя на данный момент? Спасибо. Как вы можете сказать о том, что это время в сезоне? Вы счастливы или нет? Может быть? Что это было в следующем вопросе? Вы счастливы? Вы счастливы? Что вы думаете о том, что вы думаете о том, что вы думаете? Это было тяжелое время, когда мы были в COVID-19, и это было бы несколько недель, но сейчас мы получили 6 пунктов от конца. Это было бы здорово. Вы можете видеть, что ребята становятся в хорошем форме. Но это время в очень хорошем времени, чтобы мы получились в 100% безопасности и вернемся к уровню, как мы были в COVID-19. Приболел к коронавирусу, возвращаются, набираются на свою форму. Хорошо, что мы набрали в трех играх 6 очков как раз перед этой паузой. Я думаю, что ситуация в этом плане будет улучшаться у нас. И мы будем выходить на тот уровень, который был до проблем с коронавирусом. Юрий, я там еще спрашивал, а сам он своей личной игрой доволен? А, я не услышал. Давай, ага. Я считаю, что ваша собственная игра в этой сезоне. А, моя собственная игра. Да, да. А сейчас я чувствую вполне уверенность. Я набираю форму после того, как переболел. Хорошо. Мне хорошо получается, что я наконец-таки забиваю голы. И, в принципе, Монтогорский это получил сегодня. Поэтому думаю, что, в принципе, все хорошо. Владимир Бакуленко. Хаэл, что все-таки мешает Салавату более уверенно играть с Кунь-Луни? С Кунь-Луни? Да, да. Почему мы не можем играть с Кунь-Луни? Салавату более уверенностью, как и другие команды. Какие проблемы с Кунь-Луни? Салавату более уверенностью, как и другие команды, как и другие команды. Но, да, сложно сказать. Но мы смогли победить эти два матча. Мы последний один, но это не было очень хорошо. Но, в принципе, это сложно сказать. Как изменилась ваша роль в первом звене с уходом Умарка? Показал, что вы больше на себя стали брать ответственность. И следите вы за тем, как играет Линус в Швейцарии. Спасибо. После Линуса приехал в Суизеленте, что касается вашего ролика в этой команде? Вы чувствуете, что вы сейчас как-то лидер? И вторая часть вопроса. Вы видите, как Умарка играет в Суизском чемпионате? Да, конечно, я чувствую довольно так же. Я всегда был в последние несколько лет. Я должен быть в лес и в локер-шоу. И я пытаюсь держать все так же. Я, наверное, у меня больше времени с Умарка играет в Суизеленте. Поэтому я создавал больше возможностей. До того, как Линус получал много возможностей, я был более игрокер. То есть, что изменилось немного. Но в локер-шоу и все, это почти так же, как я был здесь. Я не хотел меня поменять слишком много. И что было второе? И что было второе? Линус Сумарк? Вы смотрели его? Да, мы говорили на телефон. Мы говорили вчера. Он играет очень хорошо. Он играет с ним с семьей. И в Суизеленте есть какие-то проблемы с коронавируемой. Это же самое, потому что он играет хорошо. Но мы в татах. Наверное, сейчас я больше создаю именно моментов на льду. Потому что раньше этим занимался Умарк. А я был больше тем, кто завершает атаки. А тем, кто бросает поворотом. Что касается, в принципе, в общем игры, но и лидерства ничего особо не изменилось. По вопросу про Умарк. Да, они, в принципе, держат связь. В принципе, обмениваются репликами. Общаются, с семьей общаются. А что касается сейчас Умарка в чемпиаде. Ум Тима сказал, что ему жаль, что, к сожалению, сейчас проблем с коронавирусом в Швейцарии не играют. Ну, вопросов у нас больше нет. Спасибо, Тим. До свидания. Спасибо. Спасибо.